Приветствую вас, друзья, на моем канале. 10 сентября 2019 года состоялась долгожданная презентация новинок от компании Apple. Во время презентации было представлено три новых смартфона iPhone, которые получили название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Давайте более детально разберем новинки от Apple. Сначала предлагаю рассмотреть новые фичи и сразу основные отличия iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Кстати, это первые iPhone, которые получили приставку Pro. Итак, поехали. Первая новинка это камера. В iPhone 11 две камеры сверхширокоугольные и вторая широкоугольная. Система двух камер снимает видео в 4К и прекрасные портреты и многое другое. Сверхширокоугольная камера увеличивает область изображения и позволяет запечатлеть бескрайний пейзаж или просторный интерьер. В iPhone 11 Pro добавилась еще одна камера, это телефото. В систему трех камер iPhone 11 Pro входит телефотокамера. Она позволяет приблизить изображение, если нельзя подойти ближе. Например, когда вы снимаете диких животных или спорных, а также делать портреты профессионального качества. Система камер iPhone 11 Pro поддерживает впечатляющий четырехкратный оптический зум, от максимального приближения на телефото камере до максимального удаления на сверхширокоугольной камере. Продемонстрированное фото на самом деле впечатляет, хотя лучше дождаться живых тестов. Вторая фича это дисплей. На iPhone 11 дисплей Required Retina HD дисплей 6.1 дюйма. Одинаковая яркость поддерживается в любой точке этого уникального дисплея. А цветопередача всегда невероятна точка. Все то, что вы видите в фото, видео игры, выглядит великолепно. В iPhone 11 Pro дисплей Super Retina HDR. Дисплей OLED 5.8 и 6.5 дюйма соответственно для iPhone 11 Pro. Это лучший и самый четкий из дисплеев созданный Apple для iPhone. Изображение на нем выглядит ярче при солнечном свете. Детализация в светлых участках еще богаче, а оттенки черного еще насыщеннее. Смотреть HDR видео на этом дисплее одно удовольствие. Третья фича это аккумулятор. Самый длинный срок работы от батареи в истории всех iPhone. Прирост оказался более заметен в сравнении с предыдущими версиями. Хотя не будем утверждать, давайте опять же дождемся живых тестов. Итак, на iPhone 11 говорят, что до 17 часов воспроизведения видео. Кстати, iPhone 11 работает целый день без подзарядки и его можно быстро зарядить, но адаптер продается отдельно. На iPhone 11 Pro и Pro Max до 18 часов воспроизведения видео и до 20 часов соответственно. iPhone 11 Pro делает огромный шаг вперед и устанавливает новый рекорд работы без подзарядки. Адаптер, кстати, для подзарядки входит в комплект устройства. Возможность быстрой подзарядки позволяет быстро вернуть заряженный телефон в работу. Кстати, утверждает, что можно зарядить аккумулятор до 50% всего за 30 минут с помощью адаптера питания мощностью 18 Вт. Итак, следующая фича это материалы и цвета. В iPhone 11 корпус из стекла и алюминия. Самое прочное стекло iPhone на передней и задней панели, а также крепкий и надежный алюминий, применяемый в аэрокосмической отрасли. iPhone 11 будет поставляться в 5 цветах. Розовый, белый, зеленый, черный и красный. Цвета просто прелесть. iPhone 11 Pro и Pro Max сделан из стекла и нержавеющей стали. Тоже прочное стекло, что и у iPhone 11. Изумительная матовая фактура на задней панели и полированная хирургическая нержавеющая сталь. Будет поставляться в 4 цветах. Серебристым, золотым, серым. И фишка этого релиза это матовый темно-зеленый цвет. Матовое стекло, стальная рама. Выглядит очень здорово, ребята. Итак, следующая фича это емкость. На iPhone 11 64, 128 и 256 гига. На iPhone 11 Pro и Pro Max 64, 256 и 512 гигабайт. Еще что добавили, это защита от воды. Он еще лучше защищен от воды в сравнении с предыдущими версиями. Итак, iPhone 11 можно погружать в воду на глубину 2 метров на 30 минут. Что касается iPhone 11 Pro и Pro Max, то допускается погружение в воду на глубину до 4 метров на 30 минут. Посмотрим, ребят. Далее, оперативная память. Следует сказать, что Apple существенно нарастила объем оперативной памяти. Такой апгрейд и упрям можно считать значимым, поскольку прошлогодний iPhone XR имел всего лишь 3 гигабайта оперативки. Сложно однозначно сказать, почему Apple решила сразу на двукратное увеличение оперативки. Думаю, становится стыдно демонстрировать настолько существенное отставание от флагманов на Android, которые уже имеют по 12 гигабайт оперативки. Итак, iPhone 11 получила 4 гигабайта. iPhone 11 Pro и Pro Max по 6 гигабайт оперативки. Еще одна разница, это стоимость. В iPhone 11 стоимость будет стартовать от 699 долларов. Кстати, они снизили цену до таких пределов за счет отказа от OLED матрицы в пользу LCD. В остальном, смартфон не отличается от более дорогих моделей за исключением камеры. У iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max она тройная, а у бюджетной версии двойная. Цена по iPhone 11 Pro и Pro Max будет стартовать от 999 и 1099 долларов соответственно. Это, ребята, в принципе, все основные фичи, которые мы разобрали в сравнении с двумя телефонами. Что же данные телефоны получили общим? Первое. Самое прочное стекло. Это стекло с выпуклостью под камеру. Это цельное стекло, которое не царапается. Переднее и заднее панели закалены методом двойного ионного обмена. Далее. Добавилась сверхширокоугольная камера. Она необычная. С ней область изображения в 4 раза больше. Поэтому пейзажи, здания, группы людей, просторы, интерьеры и движущиеся объекты теперь можно снять еще лучше. Есть возможность переключаться между широким и ультрашироким сенсором. С объективом в сверхширокоугольной камере область изображения в 4 раза больше. Поэтому камера отлично подходит для съемки сцен и движений. Следующее. Что общего? Это процессор A13 Bion. Опять же, как утверждают разработчики Apple, это самый мощный на текущий момент процессор. При съемке на улице процессор Bionic задействует технологию машинного обучения и автоматически отслеживает движущийся объект, который вы снимаете. Мощный процессор позволяет выполнить любые задачи быстро и плавно. Кроме того, он работает максимально энергоэффективно, что позволяет сэкономить заряд аккумулятора. По сути, технология A13 Bionic настолько продвинута, что ее можно назвать технологией будущего. Следующая фича – это поддержка звука Dolby Atom. Что это означает? То, что телефон выводит звуковые эффекты в новую плоскость. Позволяет ощутить не только направление, но и позицию источника звука. Таким образом, шум дождя действительно будет доноситься сверху. У Samsung подобная технология, кстати, появилась еще в прошлом году. Еще, что добавилось, это более скоростной Wi-Fi. Новый стандарт позволяет скачивать контент до 30% быстрее. Следующий – это ночной режим. Работает с процессором A13 Bionic и интеллектуальными программными функциями, чтобы сюжеты, снятые при слабом освещении, выглядели ясно и четко. Режим включается автоматически, а с помощью ручных настроек можно добиться еще большей детализации. Следует еще упомянуть, что технология Face ID стала на 30% быстрее. Теперь она распознает лицо с более дальнего расстояния. Или, если посмотреть на устройство под углом, это по-прежнему самая надежная технология аутентификации по лицу. Кстати, в продажу они поступят с 20 сентября этого года. Ну и кто теперь скажет, что апгрейд новинок Apple оказался проходным? Представляя новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которые сегодня стали доступны для предзаказа, представители Apple без лишней скромности назвали аппаратную платформу Apple 13 Bionic самой быстрой мобильной системы и самым быстрым процессором в индустрии. Все три новых iPhone поступят в продажу в США с 20 сентября. А вот и все основные итоги презентации Apple, ребята. А вам понравились новинки от Apple? Пишите в комментариях. Старался для вас как можно быстрее все это сделать. Если не тяжело, поддержите лайком и подпиской на канал. Пока!